и всем привет с вами снова канал пишем к пойти и мы наконец-таки добрались до обзоров наших так сказать головлиных приманок мы решили делать не общий обзор то есть все воблеры которые на которые мы ловим которые применяем решили сделать такие отдельные обзоры точнее будут называться и топ-5 самых уловистых самых лучших воблеров для ловли головля ну начнем мы сегодня с приманочки от компании айка называется на минул 50 с это вот такая приманочка с весом 3,5 грамма длиной 50 миллиметров заглублением от нуля до полуметра теплоучестью тонущие цвет rdm03 вообще это копия на минуту от фирмы смит и называется то есть оригинал называется д контакт 50 с но сейчас разговор как у нас не оригинале поэтому воблер от фирмы айка в этом топе он на своим законам то есть пятом месте эффективный уловистый воблеров успешно работает при ловле то есть различные рыбы при его применении главное делать паузы 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 еще раз паузы потому что когда после небольших колебаний при легком твиче на паузе он начинает тонуть это самый важный момент которую зачастую и дает самые результативные поклевки ну вообще это приманка славится тем что безбожно косит окуня в время года но я его использую именно для ловли головля на довольно хорошем течении струи он держит отлично даже твичить не надо его при проводке в тиховодин или в стоячей воде идет как бревно то есть у него собственной игры нет а стоит только чуть-чуть начать твичить как он сразу включается у меня был оригинал смитовским еще давно но ему нужно то есть мощная струя оригинала на которую он отлично работает из-за большого веса он очень быстро тонет айковский весит меньше и соответственно тонет медленнее ему не нужны слишком такие мощные струи для начала игры то есть ему хватает вполне таких средних средней мощности струи вот так как сказал ну на него я ловил головля и вполне хорошо можно использовать при равномерные проводки на средней скорости а можно немного твичики не цеплялась даже на него такая ладошечная плотва при равномерной проводке с такой в струе средней мощности ну это приманка уже снята с производства ее трудно идти в продаже ну может быть они есть на какие-нибудь там такие цвета а вот именно вот такой цвет я вот смотрел но серьезно его нету то есть он в интернете есть него нет в наличии нигде а стоят они совсем небольших денег эти воблеру стоили качество исполнения на высоте летит вообще отлично очень очень хорошо так что если попадется вам то покупайте не задумываясь всем серьезным грамм пригодится вот так вот он выглядит вблизи то есть он такой с горбиком довольно красивые яркие черные пятнышка выразительная такая красная спинка желтные такие золотые бока у него и белая спинка следующая приманочка у нас от фирмы юзури и и все прекрасно знают это эльмину модели в девять сто девяносто восемь весу не три с половиной грамма длина 33 миллиметра заклубление около полуметра где-то теплоучестве тонущий цвет такой вот м99 очень известный недорогой и уловистый воблер он занимает почетное четвертое место в этом топе 5 самых уловистых воблеров по головлю по нашему мнению корпус самой приманки изготовлен из качественной очень плотного пластика поведение в воде абсолютно соответствует ныряющим движением живой рыбешки вот в этом размере издает такие негромкие шумы то есть очень-очень тихий но это не самое главное в нем важным моментом является именно игра игра должна быть привлекательной для рыба именно для красноперого бойца игра у него стабильная но стою 33 вообще не любит на него цепляется небольшой головы не очень часто при такой довольно прозрачной воде головля привлекает очень и очень хорошо то есть мне понравилось как он себя показывает на нем стояли тройники но для головлиной рыбалки я на все воблеры ставлю всегда безбородные одинарники что и вам советую засекаемость отличная ничем не уступает тройникам на игру никак не влияет и появляется меньше вероятность того что вы его где-то зацепить и оборвете но самая главная особенность такой замены это конечно минимальное травмирование рыбы головы засекается подвел к себе фото и за одну секунду буквально одним движением рыба уже освобождается от крючка это очень удобно и гуманно самые важные плюсы это универсальность также цена и качество рекомендую к приобретению вот так вот этот воблерочек выглядит вблизи у него зеленая спинка черную крапинку такую точечку такие розовые щечки вниз у него полностью такой как под хром и зеркальный такой следующая приманка ее знают все абсолютно это очень известная фирма это в приманочка от фирмы зебейтс называется rich 35 с с вес у него 2 и 2 грамма длина три с полной сантиметра то есть 35 миллиметров заглубления от 0 3 до 0 8 метра теплоучести медленно тонущий цвет 713 р про эту ультралайтовую приманочку многие спиннингисты говорят лучший воблер всех времен и народов очередная модификация знаменитого 35 риджа изготовлена в медленно тонущем варианте если выбирать между медленно тонущим и плавающим вариантом то не знаю ну я наверное склонюсь в сторону медленно тонущего он немного тяжелее f-ки летит дальше да и провести его можно поглубже чем плавающую ту же версию но это не значит что надо брать только один тип плавучести у меня они есть как медленно тонущие так и в плавающей версии они должны быть у каждого спиннингиста для ловли лобастова я очень часто применяю риджа не он всегда оправдывает ожидания про плавающий говорить не буду расскажем мы то есть в другом обзоре а вот про сс скажу к медленно тонущему отлично подойдет жиговая проводочка он утонул подбросили кончиком удилища 12 оборота катушечкой пауза и далее в таком же порядке работает стабильно это проверено я вам сто процентов даю я делаю так ловлю на плавающий воблер не обязательно риджи и возможно это даже будет какой другой вообще поверхностной поверхностная приманка но выходов и поклевок нет но судя по месту на ловль должен стоять цепляю этого красавца и ловлю уже на горизонте который ближе к одну его чудо друзья происходит на него поклевочка медленно тонущая версия такая для хорошего течения и глубины около метра идеально подойдет покажет себя сто процентов я как-то читал что если есть версии сс то f к вообще не нужно типа она будет лежать в коробочке ну как сказать f к подходит для мелководных перекатов там ее стихия ну еще настоящей воде отработает лучше медленно тонущего варианта стоит она прилично но свою цену она оправдает качество идеальная игра отличная горизонт применения просто огромный этот воблер в нашем топе занимает бронзу заслуженно третье место вот так он выглядит вблизи мне понравился этот цвет я взял он очень-очень такой заметный у него золотые бока не салатовый вверх спинга тоже салатого а вот это вот пятнышко оранжевая такое ярко-оранжевая на голове при проводке в такой мутноватой воде его очень очень-очень хорошо видно то есть можно очень хорошо отслеживать следующая приманка у нас также она не нуждается фунта представление она от фирмы джекал называется чаби 38 ф ссср вес у него 42 грамма длина 38 миллиметров заглубление от до 0 5 метров то есть до полуметра тип ловучести флотинг цвет gold and black я даже не знаю что еще можно сказать о данные приманки об этом крыльки столько обзоров отчетов и всего остального что каждый последующий обзор это наверно лишь копия предыдущего только копия плохая или хорошая огромное количество спиннингистов в один голос скажут что 38 чаби самый популярный крэнк соглашусь он действительно завоевал всенародную любовь и привлекает к себе все больше и больше и больше внимания ссср это приповерхностный крэнк с компактным телом и с очень нужной системой которая состоит из подвижного шарика и магнита в районе переднего крючка она помогает спиннингистом забрасывать амбек дальше и намного точнее проводка для него подходит как равномерная так и стоп и мгл на это и самая паузе когда он преодолевает эти там 10-15 сантиметров и следует атака головля я на него всегда ловлю головля в любое время в любой день в любую погоду 38 чаби ксср в бой и по моей команде он уже летит под нужный кустик или подмытый берег есть такие места где можно покидать параллельно берегу но там глубина около сети 15 сантиметров всего этот красавец отлично подойдет для этих целей он у меня есть в разных цветах версиях и размерах черрики футеры но в этом топе я выделили на 38 при поверхностный чаби мой любимец еще и в таком цвете насчет цвета любимых цветов много но именно в этой версии чаби к голд и блэк мне нравится то есть намного больше больше всех остальных одна из самых используемых мной приманок ну и часто так сказать обрываемых если речка небольшая и теплое время года то конечно же можно заплыть зайти или с криком бомбочкой сигануть берега ради спасения чабика а вот если река большая с хорошим течением хорошей глубиной или уж осень или ранняя весна когда очень холодно тут прости прощай даже отцепы не всегда помогают ну кто на что гораздо короче он дорогой по цене идеальный в своей работе отличное качество исполнения я уверен в каждой коробочке у каждого спиннингиста он есть он занимает серебро заслуженное второе место вот так вот он выглядит вблизи черная спинка красные глазки золотые бачка и оранжевое брюшко вот тут самый магнитик у него возле переднего крючка который то есть притягивает вот видите и все вот здесь находится магниты то есть он крючочки безбородие это притягивает но в воде при забросе при игре они сюда не становятся то есть он идет в воде хорошо суда он не прилипает это точно я уже проверял ну и победитель нашего сегодняшнего топа это воблер от компании smith называется он came on sr это легендарный воблер очек такой особенно при ловле головля вес у него два с половиной грамма длина 32 миллиметра заглубление до 0 8 метра теплоучестью плавающий цвет 0 3 такая форелечка ну что сказать вот и победитель нашего топа истинный лидер в ловле головля летит отлично воде ведет себе идеально да вообще блин идеальная приманка черт возьми он идеально подходит для спокойных водоемах в рек стиховодины небольшим течением так и для рек с быстринами и сильным течением внутри у него вольфрамовые шарики которые дают ему возможность улететь на приличное расстояние даже при таком небольшом весе с этим воблером у меня связано столько историй что все и не рассказать самое главное это то что там где не берет головы на различные приманки на этого красавца возьмет обязательно блин ну серьезно проверено уже не один десяток раз вроде бы место где должен стоять головы да не то что должен он просто обязан там стоять пошли в ход именитые приманки других не менее известных фирм но почему-то не хочет он их атаковать берешь смита стоит только поставить его и тут как тут удары ты уже подтягиваешь красноперва к себе самые подходящие для ловли места это перекаты и другие участки реки с глубиной не более одного метра если выбрали правильный участок реки то поклевка не заставит себя долго ждать это я вам гарантирую клюет на него при касании обводу при проводке при сплаве на небольшом течении короче на него клюет при всех обстоятельствах и при любых условиях обзоров на него куча отчетов еще больше рекомендует его все и всегда и везде в любом магазине если они есть наличие вы спросите посоветуйте мне приманку именно для головля вам в одним голос скажут smith камин сэр продавцы его советуют конечно же за его цены это выгоднее но я думаю большинство начинающих головлятников первым делом натыкаются на него во всех обзорах советов которыми так пестрят пастора интернета идеальный он дорогой но он оправдывает все ожидания все возлагаемые на него надежды гарантирую у каждого спиннингиста у каждого как сказать охотника за головлем он должен быть вот так вот он выглядит вблизи темная спинка такая черно-коричневая в черную крапинку такое светлые бока с пятнышками такими еле заметными этот обзор он точнее на что 5 самых уловистых воблеров по головлю подошел концу я хочу напомнить что это наше мнение и у нас получился вот такой вот топ да и места распределены по нашему мнению и честно хотя уверен что многие не согласятся скоро будут еще топы обзоры воблер ков для ловли головля эти пять штук лишь небольшая часть приманок которые не хуже а может быть даже и лучше справляются с ловли красноперого бойца в наших обзорах мы будем показывать дорогие бюджетные даже китайские воблер именно для ловли головля последнем наше видео где мы ловили головля ходили именно на китайскую копию смита только магнум был пойман самый крупный головль в тот день вот такие вот дела друзья мы очень рады что нас смотрят задают нам вопросы количество подписчиков потихонечку но растет скоро очередной конкурс множество обзоров и конечно же рыбалок мареке у нас сейчас в ужасном состоянии просто такое грязевое месиво и как только реки станут чистыми и пригодными для ловли мы сразу же поедем на наши секретные места для того чтобы пройти десятки километров ощутить на себе жжение крапивы уколы от колючих растений многое многое другое но это ведь и есть рыбалка не правда вступайте в группу вконтакте подписывайтесь на канал комментируйте видео ставьте лайки и всего самого хорошего самого лучшего всем пока не хвоста не чеши а